добрый день друзья сегодня мы с вами поговорим об обработке семян кукурузы и какая краска там нанесена или для чего нужен тот или иной препарат разберемся во всех продуктах которые применяются на кукурузе обработки семян их комбинациях и поговорим о новинках итак сейчас первый как вы знаете уже давно известный продукт под названием максим gold является стандартом для защиты семян на протяжении 18 лет только в россии и здесь широко известен по всему миру и это продукт включает себе два фунгицидных вещества это флудиоксанил и мифеноксан которые обеспечивают стандартную защиту кукурузы от почвенной и семенной инфекции но есть максим голд и достаточно ли этого сейчас ну давай подумаем насколько увеличилась интенсивность возделывания кукурузы в россии но я проводил статистику и еще 20 лет назад урожайность кукурузы составляла всего 30 центнеров с гектара а сейчас средняя по моему районе 60 60 70 зависит от территории и и сколько начали применять технологии минимальные возделывания я думаю что технологии шагнули далеко вперед и сейчас у нас имеется высокие требования к данной культуре действительно сейчас производителям семян и фермерам от обработки семян предъявляются очень высокие требования это в первую очередь превосходная защита контроль всех возможных почин и семенной инфекции второе это как можно лучше стабилизировать культуру в условиях стресса например ранний посев да когда очень холодно и много и много влаги третье чтобы препарат был доступен на семенах любого производителя до что я хочу выбрать этот гибрид выбрать этот гибрид на каждом из них должна быть абсолютно одинаковая мощная защита именно поэтому 2018 году компания сингента выпустила на рынок новый высокоэффективный фунгицид с пролонгированным защитным действием от починной и семенной инфекции позволяющий выращивать культуру даже в холодных стрессовых условиях не вызывая задержку всходов максим квадро содержит себя четыре действующих вещества из разных химических классов это позволяет препарату значительно расширить спектр действия на патогены и усилить свою эффективность на грибы рода фузариум по сравнению с препаратом максим голд также за счет антистрессового действия азоксистрабина кукуруза даже в холодную весну сходит быстрее ровнее и лучше развивается в течение всего сезона то есть это плюс один лист к развитию или так но как хозяйству получить данную обработку на своих семенах на своем гибриде который она выбрала но во-первых практически 50 процентов рынка кукурузы уже идет в этой обработке но даже если этот тот или иной гибрид или сорт не предоставляют вам в этой обработке вы можете заказать его у семенной компании с фунгицидами все понятно а если у меня есть вредители есть вредители не только у тебя диме хочу сказать на самом деле последние три года ты знаешь да и даже не три года лет шесть из-за роста площадей из-за изменения климата когда была последний раз холодная зима кто не помнит давно это не было все вредители очень хорошо перезимовываю их численность постоянно растет основным вредителем сходов до сих пор остается проволочник мы прокартировали три региона по порядка полутора миллионов гектар было в обследовании и выявили что на каждой территории в каждом районе в каждом хозяйстве данный вредитель присутствовал среднее количество особей на один квадратный метр у каждого было разное но если мы подведем и сделаем некую среднюю цифру то получится в среднем 4 проволочника на один квадратный метр по всей территории страны это очень много поэтому порядка шести лет назад на российском рынке появился продукт корзея он содержит в себе два действующих вещества с двумя механизмами действия одно системное защищает растение изнутри другой контактная и образует некую газовую сферу вокруг семени что позволяет вредителя не подпускать к молодому проростку и не получать повреждения для растения то есть правильно ли я тебя понял что одно действующее вещество проникают внутренне растения и защищает его и доложительное время изнутри а второе образует газовую фазу вокруг корневой системы и не подпускает почвенных вредителей таким образом вредители не смогут повлиять на густоту да все верно а есть ли альтернатива форзея да на рынке есть альтернатива форзея препаратов достаточно много но все они имеют только лишь системное действие то есть защищают семя и растения только лишь изнутри то есть четыре проволочника на квадратном метре могут подползти им нужно будет укусить и только потом они умрут да каждый проволочник должен сначала откусить попробовать растения получить летальную дозу инсектицидов свой организм и только потом умеет в таком случае форзея имеет глобальное преимущество как раз таки газовая фаза не позволяет подпустить проволочника к растению а это значит мы сохраняем нашу густоту все верно но у меня есть вопрос газовая фаза есть ли запах сама газовая фаза конечно не пахнет мы его не ощущаем но пахнут обработанные семена в мешке всем это связано препарат форзея имеет формуляцию микрокапсулированную суспензию это нужно чтобы в почве при воздействии почвенной влаги и данные капсулы постепенно раз лопывались дано как говорится и создавали как раз таки вот эту газовую фазу поэтому необходимо использовать стандартные средства индивидуальной защите при работе с эзер в том числе и с обработанными семенами форзея ну ты знаешь я думаю что ближайшее время производит некий симбиоз защите семян когда будут объединяться химические средства защиты с биологическим и каждая будет давать свой плюс например сейчас мы имеем максим кватра для защиты практически от всех патогенов в почве в этом году у нас появляется новая молекула седоксан под брендом вайбранс которая будет стимулировать рост корневой системы а также обеспечить защиту от пыльной головни кукурузы у нас есть форзея отличный контроль по почвенным вредителям и следующим этапом в обработку семян мы добавляем биостимулянт что он будет делать он будет стимулировать прорастание семени стимулирует все процессы внутри семени а также стимулировать развитие полезной микрофлоры вокруг корней и за сферу так называем это будет позволять растению максимально потреблять все минеральное питание которое есть почвы а можем ли мы это увидеть конечно здесь посеян стандартный вариант без биостимулянта максим кватра плюс форзея если пройдем вперед это как раз таки новый виток в обработке семян где присутствует максим кватра вайбранс и наш биостимулянт плюс инсектицид конечно ну что ж ты много наговорил давай сравним ну хочешь ты можешь вырвать одно из растений у меня в руках с предыдущего варианта и мы сравним как развивалось растение на данном поле в данном опыте подавай ну что ты можешь сказать о растении которые ты выбрал что надо сравнить ну однозначно видно что как по росту по развитию так и по объему корневой системы и по количеству корневых волосков что вариант с максимальной обработкой выигрывает а что это значит это значит что данное растение в данной обработке взошло быстрее развивалась лучше сейчас она формирует максимальный потенциал закладывается початок а лучшая корневая система даст возможность этому початку на лица соответственно это приведет к увеличению урожайности продуктов для обработки семян кукурузы достаточно много но какие комбинации фунгицидов с инсектицидом могут выбрать клиенты ну во первых это стандартная обработка максим квадро плюс инсектицидный препарат форзе максим квадро плюс форзе все так называют это стандартные стандартная стандартный пакет защиты семян кукурузы у тебя цель и задача получить максимальный урожай ты можешь добавить к этой обработке vibrance который будет стимулировать твою корневую систему и защищать от пыльной головни но и также можешь добавить пил стимулянт который будет доступен во всех инсектицидных обработках то есть все что мне нужно сделать как хозяйству просто обратиться к менеджеру по продажам той или иной семенной компании выбрать гибрид который я хочу и выбрать ту или иную обработку которая мне нравится абсолютно верно но будет лучше если ты закажешь это в ноябре либо декабре чтобы семенная компания могла подготовить свои семена на семянном заводе и привести тебе их срок понятным а 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 не a а а и а а а